друзья мои добрый день вашему вниманию теперь нефтяная скважина мы с вами очень много показывали газовых скважин в полтавской области показываем нефтяные нефтяные качалки а теперь мы покажем как выглядят законсервированные скважины нефтяные она просто накрыта да петя вот только что когда подошел туда что-то там увидел внизу что смотрите вот видите течет сейчас подожди вот так вот о там нехина хренище насеки нам придумал и тут их беля 100 таких станции вот мы увидели высоковольт q который идет вот туда там по нашей информации и есть скрытая нефтяная база она подними я думаю что там уже ничего нет на старое добрый день вашему вниманию теперь нефтяная скважина мы с вами очень многое показывали газовых скважин в полтавской области показываем нефтяные сквы нефтяные качалки а теперь мы покажем как выглядит законсервированные скважины нефтяные она просто накрыта да петь я вот только что когда подошел туда что-то там увидел внизу она просто вытекла она вытекает хочет барей черпать подожди вопрос снова вопрос все боты накинулись на нас представители укрнафты как раз обыдувание о том что в бориславе нефти не она вычерпала свои ресурсы тогда тогда получается они в рот а так подожди не то что смотрите вот видите течет течет красавица и вот вот так вот выглядит вот свердловина номер 516 ну я там не увижу через камеру да у нас вижу да нам рассказала же инсайдеру получается следующим образом на территории громады борислава все-таки нефти зашибись в очередной раз уж нам врут а теперь вам покажу еще кое-что посмотрите рядом идет какая-то нефтяная база мы обратили внимание на трубы которые идут со стороны гор мы уже знаем что там есть нефтяная незаконная перерабатывающая какая-то хрень так вот здесь вот видите что творится смотрите здесь есть трубы и они прямо закачиваются в эти бочки а дальше скорее всего отсюда или оттуда мы еще пока не знаем а мы делаем по-другому сейчас я возьму штатив и попробуем показать что там но мне нравятся боты они очень активно работают заходишь всем профиля у них у всех написано укргаз в обыдувание наста газ украина и все как один начинают меня парафинить рассказывать мне о том что врун он врун ничего нет в бориславе не верьте ему и 3 10 так я не могу найти штатив петь а где штатив вспомнил пардон я уже затлуманен мой мозг нравится мне работать в этом режиме я кайф 5 иди сюда потому что меня чтобы телефон подержал хотя не не надо держать телефон я среди своих трусов и носков нашу штатив затлуманен мой мозг видео где-то перезагрузить и будет у вас там видео сейчас мы вам покажем что творится там заодно вы мне расскажите но я же не буду видеть вы будете видеть фас я как-то так где-то найду кусочек места чтобы было видно и так я поднимаю а вы смотрите что там я не знаю что вы там увидели бляха муха бляха я низкого роста сейчас подожди вот так вот о а мне хиена хренище насеке нам придумали тут их беля 100 таких станций в бориславе тильки а беля 100 на той стороне мы сейчас пойдем с вами посмотрим у нас здесь есть информация что они тоже бурили пробил они быстренько досками заложили чтоб никто не бачив ничего а вот сюда смотрите вот мы увидели высоковольтку который идет вот туда там по нашей информации да там по нашей информации есть скрытая нефтяная база мы с водом покажем там просто десятки тонн стоят контейнеры большие и да будет не зова на охрана там нет нефти ты шо какая нет вот и сказали что нефти нет представители у каргасов выдувания сказали удовольствия нет больше такие же сами на база скорее всего сейчас она не работает она сейчас на ранее работает хотя нет охраны в вагончике есть охрана вот смотрите вот как выглядят скважины старые это старая скважина они 5 она старая и это старая скважина она подними я думаю что там уже ничего нет на старая подожди подожди его твою дивизию смотрите сколько здесь нефти все 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 ну вы увидели как выглядит нефтяная скважина пока там почему-то закрыт проезд проезд заборонен а почему он забороден как ты думаешь сейчас мы узнаем почему закрыт но вот там меня очень заинтересовало что же там на горе жалко у нас дрон 550 метров только летит а мы находимся 200 на километр поэтому нам нужно будет приехать по-тихому чтоб никто не знал и запустить дрон туда наверх что отчина 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 я вижу смотри а кольца новые смотри кольца новые видите кольца новые нет но нефти нет ее нет сейчас сразу скажут нет нефти нет все они врут сегодня придумывают бориславе нефти нет для я сейчас просто добью свои свои шмотки я же как бомжара выгляжу все кистец только вчера помыл кроссовки ты сейчас ушатаешь все там сейчас мы вам кое-что еще покажем петро пошел искать про хит заборонено нам еще кстати сейчас кое-что будет интересное где а во я вижу сколько законсервированные скважины да я вижу что здесь везде все в трубах возле этих гор абсолютно все не я просто сейчас знаю как это будет друзья с нами согласился дать нам интервью бывший чиновник борислава не скажем фамилию он сказал я вам расскажу все на камеру все фамилии людей все причастные все все те люди которые относятся к одной партии кстати те кто любит одну партию с одной женщины можете от меня отписываться потому что для вас это будет просто удар ниже пояса здесь зеленских практически нету четыре только депутата в регионе поэтому зеленская партия ничего не решает здесь вообще решает все как раз таки вашей любимой женщиной он сказать мне просто надоело молчать телеканал и почему то не хотят использовать ту информацию которую я знаю мне сказали что вы ребята говорите как есть и показываетесь поэтому я вам готов рассказать все как есть куда схему сейчас пойдем вместе с вами почитаем схему предприятия этого который якобы закрыт нарус у карнафта значит все понятно так по ту карнафта до бориславский а кто у нас у карнафта так подожди все таки коломойский с юлия владимировна в теме получается юлия владимировна просто дала ему коту дренажный колодец электроопора маршрут руху да то просто закачивали да я вижу 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 не недаром иван франко сделал свое время ты писал стих же про борислав до борислав смеется да есть же такой стих так вот как раз таки борислав смеется над дурочками сейчас мы сейчас посмотрим еще одну скважину а где я очень где рвануло где досточками приложили а это вот именно здесь да получается рвануло при этом же говорят бориславе ничего нет хорошо все не закончилось никто ничего не добывает все добывают особенно вот там он наверху а там наверху добывают и мы будем там даже не смотря на то что возможно будут стрелять по нас возможно надеемся что если все таки будут стрелять там то наконец-то люди проснутся и начнут посылаться на конституцию украины на статтю 13 на статтю 41 нарешті и нарешті збогачиваться ну мы сделаем этот отдельный эфир а потом отдельный эфир с чиновниками бывшими чиновниками которые расскажут все на камеру все фамилии все кто курирует бизнес кто как что где опутата верховная рада все подводит все расскажу как есть а дальше сами я его не допустили хотя люди местные люди дуже за ним сильны он еще одна скважина и хотели чтобы он был самый тут мэром представляешь представляешь как пороховая бочка вот борислав это тупо пороховая бочка вообще не боитесь жить бориславе вы не боитесь жить бориславе вы живете как на пороховой бочке у вас же везде не везде не один прекрасный момент описите почему так пытаются нас убедить что нефти здесь нет почему почему пытаются нас убедить а он и боятся переверить и просто чтобы из киева не приезжают киева и переверяют каждого как каждый заковулок и тут кей фактично нафта просто выходит но мы воды просто на поверхность 6 метров то скважина может быть ну и в частных подверьях тоже мы видели скважин а не верят люди говорят а люди могли мать якусь район того за то что у них давай а может и вот можливо маять и знайомых каких-то сюда в самом подверье добывают мы просто видели когда ехали мы не знаем этих людей сможете на маштувати зараз нас сейчас у нас есть еще сколько у нас встречи через полчаса нам еще 30 минут до встречи я бы дуже хочу всеми людьми поспілкувать здесь я давай мы сделаем по-другому сначала сделаем эфир чиновниками а потом мы идем к местным жителям общая с местным жителем почему потому что здесь стал вопрос по поводу юлию владимира димошенко я так понимаю все депутаты ее здесь правильно в бориславе то есть депутаты пойди и знай этапы они тут другие другие строки другий термин же так и никого не пускает сюда не не дивлячись на те навык что люди голосуют за инших все одно они протягивают свои свободы они они все голова у всех пиццы пиццы петяну все то есть по факту получается следующее узурпация узурпация реально произошло именно партия батьковщина ты заметил что батьковщина фигурирует в черниговской области в полтавской области в харьковской области не с демпетровской области у нее и здесь то есть вот борислав черниговской области не забывает такого же а как вы думаете юля владимир она знает о том что ее депутаты реально занимаются скажем так все она знает бабками такими серьезными нефть кажешь думаете делится по черниговской области могу поверно сказать еще что она все знает потому что у нее есть завод в молдавии у юля конечно что ты сейчас говоришь на ты сейчас против себя оборачиваешь юлиных ботов да ики там чуя украиномовный да там они ладно я русскоязычный я против юля а ты ты же украиномовный тоже поддержать батьковщину сердечко и все остальное вы пытались достичаться до руководства партии сказать юля владимировна здесь творится черт знает что здесь все сидят на нефти на газу все ваши депутаты и они просто воруют у нас да я за свою земельную дельянку не могу себе достучать не только за газ за нефть думайся вот як ты думаешь чему от юля замовчала в принципе за землю почему юля начали буду газа вопрос подняла знов вона за землю уже вирішила питание я чему кажу чернівецького область послушать мунтян найкорумпованиший колишній чиновник зараз он також депутат да найкорумпованиший был чернівецкий область її людина вона знала вона приховувала вона адвокатів своїх давала щоб його відмазувати все робила натомість що ми чуємо мунтяна сын стає заступником голови обласної державної адміністрації про що можна ще говорити хочу сказати що юля не порешала ти заметь как она ну честно скажу на вопрос земли подняли она подхватила вопрос газа подняли она подхватила тогда теоретически мы подняли вопрос нефти і Юля Володимировна скоро до нас подхватить нефти но теоретично але вона ж не піде проти Борислава проти своїх которые їй дають кассу згадаю таке просто я все аналізую вона не просто потому что хочу быть против Юли мне плевать на Бабу Юлю скажу вам честно как есть и для меня это уже второстепенный сорт который уже должен не должен пройти верховную раду но она еще хочет пройти его этот сезон и поверьте мне пройдет так вот у вашей информации как местного жителя сколько есть еще может быть нефти вот что говорят старожилы местные то есть это все вранье то что нам рассказали что нефти нет бориславия вот я киевлянин не сказали нефти нет тут нафти дуже погадут они специально законсервировали и очекают так само с газом так само лес розыграли а теперь я вам покажу дорогу как вам дорога да это вот смотрите нефтяная скважина стоит новая которую бурила выкидывала не ну получается вот вот вам дорога в бориславе что вы понимали вот там вот центр и вот мы едем по этой дороге там где-то уже асфальт и вижу начинает появляться стандартная ситуация как все что тут самотеком просто нафта ишла а они пицца и самотек трубу всюду всунули и зараз нафта стекает трубу а куда она девать как вы думаете куда нафту девать а вы говорили что драгобычский нефтепрорабатывающий завод работает просто он специально закрыт для посторонних глаз верно чтобы никто не знал что там происходит но нефть возится не во львов а именно сюда да сюда а куда ну а еще самое интересное укрзалезните не просто многие сказали боты которые работают на укрнафти грит возится в кременчуцкий нефтепрорабатывающий завод а сколько возят газолина то мне запитание на укрзалезнице нам же говорили ты же памятаешь что просто цистернами выводят звуки ночью нефть да да мне это говорили я же нам говорила инсайдеры яки не хотела на камеру цеварить и вон и может это подтвердить запитание укрзалезнице про це не знает знает вот плавно мы вас подводим к одной мысли мы не против кого-то работаем в данном случае к примеру тимошенко либо зеленске либо порошенко либо медведчаки остапчики все остальные мы работаем в целом против системы потому что если мы сейчас систему не направим в правильное русло то мы с вами не будем жить как в богатых странах как достойных странах как ничего собирать вот только так можно ездить пьяный да он вам пьяный он пьяный он пьяный вот только что на наших глазах алкашня пролетела лететь за ним по этой дороге и я не буду даже номер не так вот я вам объясняю по поводу ситуации мы за то чтобы реально сделать нашей страны куколку это можно в принципе сделать если сильно захотеть но просто нужно знаете как стальные яйца хороший характер а самое главное перестать продавать страну вот такие работники укрнафты укргазвобудование которые сейчас пишут активно у меня в комментариях думаю о том что наивно думаю что я их не удалю нахер со своего фейсбука что они там отметятся их послушают пацаны вас никто слушать не собирается вы и для меня никто и для ваших для ваших шефов тоже никто вы отобранный материал который сейчас работа раз минимум завтра нахер пошел я возьму но себе укладчика нового машиниста будет новый чувак у меня ты будешь никто тоже моща сидеть в тряпочку поэтому мой тебе совет если ты слыш то хотя бы просто молчи ничего не говори если ты готов то можешь выйти на нас и рассказать все как есть как воруются сколько воруются кем воруются куда отвозятся и ну максимально поднимем этот вопрос для того чтобы не чиновники включились чиновников вы же понимаете и плохо а чтобы люди включились чиновники ты знаешь как у нас зазвичай ты же все в курсе и мы в курсе и какие-то питания мы поднимаем глобально да там и кого-то чиновника задеваем и соответственно все в киев кейс едет а кто эти кейсы принимает а теперь я вам расскажу и покажу что мы взяли для того чтобы не было вопросов открой пожалуйста багажник я вам кое-что покажу я до речи пожертвовал своими адидасами блин пожертвовал своей курточкой и покажу вот так вот ложки пожертвовать у нас ничего вот смотрите что есть там авто просто честно то что махера мазались это нефть поэтому мы эту нефть собой забираем и обязательно покажем в определенной инстанции для того чтобы они сказали насколько она чистая это нефть и видео да 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 мы взяли видео специально и набрали более того более того друзья вы будете удивлены оказывается в черновицкой области тоже есть нефть тихо тихо я ж не говорю где именно нам сдали локацию локацию причем правильно с подтвержденными данными и мы в прямом эфире приедем с лопатами мы вам мозги просто мозги ваши взорвемо мы просто будете шокованы и ваши миски будут працювать но напевно не в тому ракурсе уже потому что после того как мы покажем что можно просто копнуть так сантиметров 20 земли и извите фонтан пиде нафти так ты скажи как как говорят да нам источники наши источники сказали что там просто в тупую пробивают течет нефть они вставляют шланги заливают в в этих к в бочке и увозят неизвестно направление а где у тебя в черновицкой области перерабатывающий завод скорее вот это на дверную не черновицкой есть нефть перерабатывающий так это по этой причине в свое время в румынии вытекло очень много нефти с нашей стороны да в черновицкой области я там было там просто-напросто фонтан ударил с тьей стороны десь метров 50 от нашего кордона а уже на стороне румынии фонтан просто ударил потому что перенасыщение просто-напросто нафти уже черновицкой области и на тей стороне так вы не швиденько все все полностью там закрыли для того чтобы не давать розголосу тому что если дать розголосу соответственно по наезжает куча переверок куча всего воно это все виплевит на поверхню и люди нарешті зрозумеют что неймоверно про много нафти газу почему так в Дубае хорошо Кувейти хорошо живут почему там дети народжаются они уже мают кошти на рахунку на навчание на все а вы маете украинцы а мы могли бы сделать вам так у нас есть программа понимаете у вас будет выбор в скором времени проголосовать за всех тех кто просто трендят на шоу передачах шоумены всякие которые работают под определенных людей которые не выезжают в поля как мы не помогают людям просто рассказывать сказки и да подписывайтесь на них верьте доверяйте распускайте свои уши големы потому что знайте о том что эти люди которые пришли от этих людей которые сейчас и есть те люди которые бы могли бы свернуть эту систему просто вот так вот взять ее и повернуть но эта система у нас есть эти планы у нас есть у нас программа даже есть но мы хотим все сделать законным методом потому что я вам еще раз напомню против меня инкриминирует 109 статью в СБУ криминального кодекса украины это расшатывание конституционного строя свержение строя хотя я вообще не понимаю я за закон а СБУ не инкриминирует эту статью эту информацию нам дали вона нам допоможе очень сильно и допоможе все же таки также открыть криминальную справа если она еще не открыта против тех людей против тех атошников которые нас хотели убить до речи которые нас закликали приезжайте мы вас замочим и тому подобное мы приедем мы приедем так звичайно но мы надеемся что есть действительно те хлопцы патриоты которые не дарма там защищали и защищают яки все ж таки почуют нас и будут на нашей стороне не на стороне грошей не на стороне от тієї кисточки яку постойно кидают что меры там че головы отг дают землю дают им еще что там и они ведутся они продаются так навещо тоди вы там хлопцы воювали навещо якщо вы продаете себя каким-то галимым блин головам отг вас просто дурять вас вводят в уману а вы ведетеся на для того чтобы прижить заявник мэр драгобыча кучма его посипаки атошники ручные как их называют их там человек 20 не больше хочу еще дополнение сделать постоянно нам закидывают хлопцы давайте объединяйтесь давайте что-то делать давайте партию политическую антон уже не раз говорилось для того чтобы створить партию но это неможливо по-перше я тебе еще раз говорю я скажу вам честно сколько нам попало денег на солярку на карточку за нашу езду мы уже на неделю 300 гривен как вы думаете за неделю мы проезжаем тысячи три четыре километра по селам там по районам несмотря 300 гривен а какой партии ты говоришь партию нужно мы же до речи чего вы разумели я просто-напросто беру с кишени антон же взагалей скільки выкинуто взагалей жесть тобто мы же реально ну на энтузиазме я просто специально жду тот момент когда а знаете он скоро настанет когда просто мы перестанем вести прямое эфиро оно уже наступает и я скажу извините но мне теперь нужно работать зарабатывать деньги что дальше двигаться чтобы мне тоже надо это семью вы это не понимаете для вас это как шоу какое-то шоу да давайте посмотрим шоу гуры сериал только если бы это шоу кто-то спонсировал какой-то олигарх было бы круто тогда да да подивите проследкуйте а когда ты выкидываешь свои деньги ты реально не ешь ты блять лучше съешь какой-то ход-дог чем ты себе кусок мяса купишь потому что ты понимаешь тебе надо показать людям приехать сюда приехать в драгобыч приехать там в село какое-то где-то там на речке где-то там кривой рог блин добить понимаете это все денег стоит я вы говорите про партию про дачи про президента про том что мы сбросимся до 100 кто сбросится вы дорогие друзья мои не готовы вы не готовы к тому что можно власть эту нормально законным способом поменять прийти новыми нормальными людьми с нормальными мозгами и сделать все то что мы задумали вы готовы будете проголосовать за тех же самых которые были я вам каждому из вас даю стопроцентную гарантию эти выборы которые на носу уже вы проголосуете снова за всех тех же самых потому что вам проще пойти или не пойти а если вы идете вы пойдете за 1000 гривен и сделаете галочку за маразматика хиразматика хуразматика и хиразматичку понимаете они вам снова впаяют сейчас о том что вот сейчас вот именно сейчас они все сделают для того чтобы у вас жизнь наладилась вот прямо сейчас а вчера она прошла созыв ну зеленский не дал она позапрошлый порошенко не дал она позапрошлой не дал янукович понимаете и вот каждый раз так и будет тринадцатого выслал 500 гривен евгений балдин тринадцатого числа 500 гривен я ваши видел но это было почти уже неделю назад или за последние там три-четыре дня это 300 гривен понимаете да вы помогаете тем кто нам помогает я благодарен и вот имейте просто совесть когда вы звоните приедь сюда а мне надо туда приехать а вот туда почему ты туда не едешь а потому что я не владелец нефтеперерабатывающего завода не владелец нефтяной скважины куда я могу просто брать заливать себе соляру начинать есть друзья вот антон мы с антоном на моем бусе ездили так вот на хвилиночку за весь цей чаще мы ездили 15 тысяч гривень пришло тик я с карточки со своей 15 тысяч гривень потому что бус брал 11 12 литров машины были поломаны я уже не горжу его мэр зараз мне потребно кидать в ремонт чем не знаю скільки тысяч потому что ходу ва уже уже ты знаешь я сейчас скажу больше половина сейчас посмотрит скажет они попрошайничают тут видишь может комментарии прочитать что они такие прибедняются попрошайничают они такие богаты и все остальное он я пошел да хтось кинул дякую але я не за це я дейсно хочу вы знаете подягаточку я сделаю под этим фирму видеть я звертаюсь зараз до саши який працю и в англии який заробляет кошти на свою семью саша чайка есть такой он реально помогает вы знаете вот мы взяли дизиметр мы это мы сэ людина реально відриваю від себе мы не соромну роли ему пашу кажу назначу тебе скажу смотри вот саша переслал по 50 долларов тебе и мне и мне выслала два раза две женщины с италии по 100 евро позапрошлом месте прошлом месяце поразительно люди помогают за границей больше те которые уезжают туда которые об этом моют жопу итальянцы и жить в нормальной державе наш подписчик поехал аминь аминь да вот видите аминь ну это он ритуальной службой заведует и он говорит ребят я с вами я вас вижу я на вас подписан и все остальное да я вот и закинчу только потому что я говорю друзья вы дуже багато говорите а як до вас можно долучиться як до вас те як до вас все мы дейсно продумали механизм зараз працюють досить потужні спецеалісти які на дуже-дуже великих посадах юристи дуже толкові і ми реально зараз плануємо запустити один процес де зможе долучитися кожа не байдю не байдю же громадянин украины якого мы будем захищать и не на энтузиазме уже такому а кожного з нас тому що мы будем посилаться на законні права на конституции украины и будем захищать кожного смотрите смотрите заезжает за третье бочка а а а рели ничего не работает а там туда только один забор нефти прорабатываешь сейчас а сейчас он зальет себе скорее всего нефть да тому друзей на днях на днях мы уже запустим ехали и кто не байдужий кто дейсно хочет пикуется про нашу державу хочет жить в нормальной державе без коррупции без ничего долучайтесь до нас и разом теки разом мы сможем подавать за свавиля в с 9613 с и шашов у нас не видел ось давайся бач там кашкетах вот седает в авто там же на территории бач покажи на территории я вижу-вижу-вижу-вижу-вижу ходить упс звицы подавайте чуть-чуть вакедовать бачу по все заборы ики заезжает в с номера безопознавательных знаков 9613 с и на укор на авто откуда видите собирает смотреть сейчас он поедет и вот так вот они возят в скажем так безопознавательных знаков от тебя бач по телефону давайте нашу сторону не то не осенизатор нет там у него черная но либо такое красивое говно черный до черное говно люди это синизатор я это нет но весь кожи и данной в прямом эфире запросите мешканців міста борислава на перше чи на другое число наприклад колоннышкою рада ну и что люди сбороться мы приедем сберутся али треба эфире сказать попросить ну давайте зверниться через можете сюда можете обратиться можете обратиться шановне мешканців міста борислава якого числа 3 числа ну с 3 числа начинаю 3 числа я бы хотів щоб ви підійшли до міської ради 3 жовтня залишить свій номер того числа телефона можливо там люди захочуть уточнити якісь деталі от скажіть через наші можете сказати номер телефона 67 94 76 309 прошу дзвонить зенек зенек прошу дзвонить по любих питаннях і ми будем вирішувати об'єднуватись об'єднувати і будем вирішувати разом тому що кожен з вас житель данного міста у него у него в кронштейне була черная хрень ну либо черное говно слишком много возят либо нефть посмотри пускай будет ассенизатор вы же все с розовими очками ваших никто ничего не ворует все в жизни хорошо поэтому хай буде ассенизатор окей ассенизатор так ассенизатор просто на ассенизаторе ничего не написано что ассенизатор обычно знаю что на говно бочках написано хоть что то там типа осмос или как они там пишут очистительная хрень какая-нибудь номера телефонов а тут едет бочка у него там черное говно золотое скорее всего в его сраке и ну ассенизатор окей пацаны ассенизатор так ассенизатор время обозначить я думаю что это где-то будет равен 10 11 часов дня чтобы можно было встретиться с чиновниками с депутатами поговорить по поводу всего того чего здесь происходит и выяснили его земельных питаний да потому что тут по земле просто жахитяще відбувается знущание идет над людьми ну и повидно мы розуміємо чему и лосос о да и лосос написано тому что а там земля тут золота и відповідно во им не охота отдавать эту землю и голова тут золотые мабуть так ну что друзья иногда мы выключаем этот эфир если кто захочет помочь нам остальярку я сброшу карточку бросайте потому что нам слишком много ездить еще и включаемся в следующем эфире через думаю минут 15-20 бывшие чиновники которые готовы нам рассказать на камеру все как есть про фамилии людей про батьковщину про депутатов кто какими вышками курирует а самое главное кто в каком бизнесе заинтересован и замазан фамилии этих людей будут обозначены в моем эфире поэтому включайтесь ждите пока